Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Об безопасности использования новых препаратов с точки зрения инфекционных осложнений не до конца остается ясным. Нашими задачами в связи с этим было оценить безопасность использования новых препаратов, оценить эпидемиологию инфекционных осложнений на фоне терапии новыми препаратами, а именно чистоту, этиологию и факторы риска. В связи с тем, что ингибиторы контрольных точек были введены уже достаточно давно, около 5 лет назад, нами была проанализирована литература в поиске инфекционных осложнений у данных групп пациентов, и было отмечено, что у пациентов с меланомой есть описанные инфекционные осложнения, так же, как у немелкокреточного рака легкого, тогда как у лимфомы Ходжкина, не Ходжкинских лимфом, совсем мало данных. Стоит также отметить развитие микобактерии туберкулезис у пациентов на фоне терапии гибиторами контрольных точек. Об этом в литературе описано 3 кейс-сообщения. С момента появления брентуксимаб-видотина в практике врачей, также стоит отметить, что появились литературные данные о наличии вирусных инфекций у данной группы пациентов. При анализе литературы не было выявлено значимого роста именно вирусных осложнений у этих пациентов, но стоит отметить выявление GC-вируса и поражение CNS у пациентов, получающих брентуксимаб-видотина, в чем стоит помнить. В 2019 году вышла рекомендация Европейской группы об терапии инфекционных осложнений у пациентов гематологического профиля, о применении новых препаратов в гематологии, онкологии и инфекционных осложнений, где было преддемонстрировано, что использование новых препаратов, брентуксимаб-видотина, невулумамп, не нуждались в специфической профилактике вирусной, грибковой или бактериальной. В подтверждение этому американская группа ученых, занимающихся сопроводительной терапией и инфекционными осложнениями, также выпустили свои рекомендации, которые подтверждают, что профилактика вирусных, грибковых и бактериальных инфекций не требовалась. В 2012 году по 2018 год нами было проанализировано 287 пациентов в Институте детской гематологии и онкологии Раис Максимовна Горбачёвой. Пациенты, получающие невулумаб, 112 пациентов брентуксимаб, 175 пациентов. Медиана возраста с применением невулумаба 31 год, брентуксимаба 27. Медиана курсов химиотерапии, которые предшествовали назначению новых препаратов у невулумаба, это 6 курсов, у брентуксимаба 5 курсов. Медиана курсов самой иммунотерапии в невулумабе составила 20 от 1 до 30 максимум, брентуксимабе 4 от 1 до 16. Медиана наблюдения за данными пациентами составила 36 месяцев, и медиана дня развития инфекционных осложнений у невулумаба – это 98 день, и у брентуксимаб-видотина – 144 день. Стоит отметить, что данное исследование было ограничено датой эутологичной трансплантации костного мозга, а также датой логенотрансплантации. Инфекционные осложнения оценивались в течение года после последнего введения невулумаба или брентуксимаба. Среди 287 человек, получавшие терапию новыми препаратами, инфекционные эпизоды были зарегистрированы в 32 случаях у 26 пациентов. Таким образом, частота инфекционных осложнений составила 9%. Преимущественно была представлена вирусными бактериальными инфекциями в 36%, в меньшей степени грибковыми инфекциями – 28%. Не было статистически достоверной разницы между развитием инфекционных осложнений в группе невулумаб и брентуксимаб, как бактериальных, вирусных, так и грибковых. На фоне терапии невулумабом среди 112 пациентов было зарегистрировано 16 инфекционных эпизодов у 11 пациентов, и частота инфекции составила 10%. Бактериальные инфекции развивались в 5,4% у 6 пациентов и были представлены следующими нозологиями – это пневмония, синусит, менингит, гонит и калит. Пневмония в большинстве случаев, в 60%, была ассоциирована с клепсиелой пневмонией. Вирусные инфекции составляли… частота развития вирусных инфекций составляла 5,3%, также развилась у 6 пациентов. Все случаи были зарегистрированы как реактивация вирусной инфекции без поражения органов в мишени. В 50% случаях были ассоциированы с герпесом простого типа P1-2, в 33% случаях герпес 6 типа и в 17% – цитомигаловирусная инфекция. Инвазивные микозы развились у 4 пациентов на фоне терапии невулумабом и были обусловлены аспирогилиз в 100% случаях. Общая выживаемость в течение года после начала терапии невулумабом составила 96,5%. Первичная химиорезистентность – это был единственный фактор риска, повышающий частоту инфекционных осложнений. Смерть от инфекционных осложнений была зарегистрирована лишь у одного пациента сепсис неустановленной теологии. На фоне терапии бринтуксимафидотином среди 175 пациентов инфекционные осложнения развились у 9%. И были представлены бактериальными инфекциями в 51% случаев, инвазивными микозы в 26% и вирусными инфекциями в 23%. Бактериальные инфекции, их частота составила 3-4%, также развились у 6% пациентов. На залоге были представлены пневмонии в 40%, циститами и бронхитом в 20%. Частота вирусных инфекций составила 2,8% у 5 из 175 пациентов. И также была представлена реактивация вирусов крови без поражения органов мишени. Как 50% цитомигаловирусная инфекция, 50% герпес 1-2 типа. Грибковые инфекции развились у 5 пациентов на фоне терапии брентуксимафидотина. Пневмония в 60%, гипотолиенальный кандидоз в 20% и абсцесс ассоциированный с кандидой в 20%. Пневмонии в 100% случаев были ассоциированы с эспергеллезом. Таким образом, общая выживаемость в течение 1 года после терапии брентуксимафидотин составила 72%. Бендамустим, содержащий режимы химиотерапии в комбинации с брентуксимафидотином статистически значимо увеличились частоту инфекционных осложнений. И выводы, которые хотелось бы сделать. Частота инфекционных осложнений при терапии брентуксимафидотина неволумаб составляет 9%. Достоверных различий между видами инфекционных осложнений в исследуемых группах не выявлено. И факторы риска, которые стоит отметить, это первичное химиорезистентное течение лимфома Ходжкина до терапии неволумабом было единственным фактором риска для развития инфекционных осложнений. А также, что бендамустин, содержащий режимы химиотерапии в комбинации с брентуксимафидотином, увеличивает частоту инфекционных осложнений. Особая благодарность профессору Борису Владимировичу Анасеву, всей инфекционной группе детского исследовательского института имени Рейс Максима Габачевой. Спасибо за внимание.